Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят?». По всей стране сегодня отмечают день славянской письменности и культуры. Хоть некоторые говорят, что это новый праздник, ему всего четверть века, но на самом деле это новое, хорошо забытое старое. Во всяком случае, в Самаре 131 год назад в честь святых Кирилла и Мефодия уже город украшали флагами. Вот о славянской письменности и культуре и празднике будем говорить с моим гостем, доцентом кафедры всеобщей истории, кандидатом исторических наук Михаилом Валерьяновичем Курочкиным. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Вообще, действительно, уникальный праздник. Здесь переплелось и мирское, и светское, и религиозное, и всё на свете. И научное, и культурное. Да, потому что здесь все как бы отмечают. Но хотелось бы, учитывая, что сегодня у нас в гостях историк, поговорить, наверное, больше о людях, благодаря которым этот день сегодня мы отмечаем. Я говорю о Кирилле и Мефодии. Личности были неординарные. Ну, безусловно. Если уж говорить обо всех, благодаря кому мы отмечаем этот праздник, то следует назвать пять человек. Ага. Так, уже заинтриговали. Да. Ну, прежде всего, следует вспомнить князя Моравии Ростислава. Да. Который, собственно... И позвал братьев. Да, и попросил братьев перевести на славянские языки, на южнославянский язык, соответственно, христианские тексты. В те времена Болгария становилась мощным государством, мощным царством. Чуть позже она будет спорить за власть даже с Византией и с Русью. Частью славянских земель, частью славянских территорий христианизированных Византией тогда была Моравия. Ну, это Чехия. Да. Да, на территорию. Ну, сейчас да. Сейчас, да. Тогда понятно, что это были славянские племена моравские. Да. И вот, значит, князь Моравия Ростислав попросил византийского императора Михаила и патриарха Фотия, вот мы и назвали всех троих непомянутых, прислать ему людей, которые смогут помочь и перевести на славянский язык Библию. Но он же сначала в Рим отправил пословство, Рим ему отказал, насколько я помню, ту ситуацию, раз уж начали так глубоко копать. Да. Рим ему по одной версии отказал, по другой версии просто затянул дело. Да. Ну и слава богу, скажем так. Потому, что благодаря этому у нас появилась наша славянская грамотность. Не заурядный, прежде всего, патриарх Фотий был известен достаточно в том мире, как человек, обладавший одной из самых больших в мире библиотек. Более того, даже в современных совершенно светских учебниках по историографии, по источниковедению, часто, особенно по источниковедению древности и средневековья, отдельным разделом идёт библиотека патриарха Фотия. То есть, более 270-300 произведений, некоторые из которых не сохранились до нашего, до настоящего времени, и цитаты из них, собственно говоря, использованные патриархом в то или ином месте, являются особой ценностью, потому что часто какие-то произведения не сохранились. И патриарх Фотий для своего времени был одним из самых эрудированных людей, одним из интеллектуалов, одним из крупнейших учёных и крупнейших интеллектуалов и специалистов, собравших огромные знания. И, естественно, он эти знания использовал. И он подобрал для решения этой задачи, важнейшей перевода на славянские языки, людей, которые с его точки зрения для этого наилучшим образом подходили. Здесь, в принципе, несмотря на то, что и Кирилл, и Мефодий, они, в общем-то, выходцы из Византийской империи, да, из Фессалоники, они оба прекрасно владели славянскими языками. Не только славянскими. Не только, да, не только. Но, насколько я помню, источники утверждают, что они славянским языком владели в совершенстве. А до сих пор не ясно, кто был матерью Константина и Мефодия. Потому, что Кирилл – это имя в крещении, изначально он был Константином. А, соответственно, по одним версиям это гречанка, по другим версиям это славянка, возможно, болгарка. Поэтому и знания языков. Но даже если это была гречанка, они жили в Фессалониках, а там было очень много южных славян, и постоянно шла торговля с южнославянскими регионами. И южнославянский говор, так сказать, в Фессалониках встречался постоянно. Были купцы, были воины, были приезжие. И они действительно хорошо знали язык. Но они не только этот язык знали. Кроме греческого, латыни, кроме иврита, на котором написан Ветхий Завет, они, судя по всему, очень хорошо знали арабский. Они, возможно, знали коптский язык. И с точки зрения некоторых учёных, некоторые знаки, использованные потом при создании письменности для славян, взяты были по одной версии, как раз коптского. По одной из версий. Они знали, конечно, южно-болгарский вариант, видимо, славянского языка. И таким образом они знали минимум 6-7 языков. Вот так вот. Действительно были образованные люди. Да, даже для современности человек, знающий 6-7 языков, не так часто встречается. При том, что Мефодий-то он ведь не сразу в монашесство пошёл. Он был военачальником, стратегом одной из провинций. Но он пошёл в отца. Да, он пошёл в отца. Отец был военачальником, а Мефодий – старший брат. Да, потом, видимо, какие-то перипетии, и вот он всё-таки ушёл в монахи. Да, он ушёл в монахи, он ушёл в монастырь, ушёл в такую гуманитарную стезю, но не сразу. Действительно, он долгое время был успешным военачальником, и он был наследником отца в военном деле, в военном искусстве, наследником опытного достаточно греческого военачальника. Надо сказать, что Византия тогда, конечно, сохранила и приумножила все римские военные технологии. И на IX век Византия была одной из военно-техническом плане, не побоюсь этого слова, лидирующих стран мира. Византия – это тогда пластинчатый ламеллярный доспех, Византия – это катафракты, Византия – это греческий огонь, Византия – это тяжёлые корабли-драмоны, великолепные боевые корабли, которые били и арабские галеры, которые били и, соответственно, латинские суда. Византия – это технологии, Византия – это баллисты, катапульты, великолепные крепостные стены. То есть, Византия – это вершина, излёт, но всё-таки вершина римской военной мощи. И чем грустнее, к чему, в конце концов, это всё. Увы. Не будем, да. Увы, давайте вот об этих двух замечательных братьях. Итак, они едут в Моравию. В Моравию, да. Они едут в Моравию, но, соответственно, перед отъездом в Моравию они познакомились с ситуацией, которая имела место на территории славянской. И надо сказать, что, возможно, в это время у славян уже были христианизированные, крещённые представители славянских народов, но самое главное, что до этого, естественно, славяне торговали с греческими и византийскими купцами. И торговали много, и общались. И греческий алфавит сам по себе не был для славян совершенно чем-то и народом. Посторонний диковинг, да. И есть упоминание о сказании чернорисца Храбра, который писал как раз в Болгарии, о том, как создавали Кирилл и Мефодий Арбуку, и о том, что было у славян к этому моменту. И вот чернорисец Храбр упоминает, что славяне гадали чертами и резами, а для письма использовали греческие буквы без устроения. То есть какие-то греческие буквы славяне ещё до Кирилла и Мефодия использовали. Здесь просто телезрителям давайте это самое сделаем окна, что письменности своей у славянских народов тогда не было. И вот с этим-то как раз Кирилл и Мефодий столкнулись. Когда поняли, что можно использовать греческий алфавит, да, только переложив его... Единой письменности у славянских народов не было, но Истрин в работе 1100 лет славянской письменности рассматривает четыре гипотезы. Одной из этих гипотез является то, что так называемая протоглаголица, ранний вариант, возможно, использовались какими-то славянскими народами греческие буквы. То есть для записи славянских слов отдельные. Ну, что-то свое они все равно, мы же говорим о глаголице, а не о греческом алфавите все равно. Да, да, да. То есть какие-то элементы попытки, скажем так, что-то свое создать у славян для этого были. Но эффективной системы не было. Это видно из того, что мы не имеем массовых источников, то есть мы имеем, скажем, от кириллицы и глаголицы источников сотни и тысячи. Мы имеем берестяные грамоты, надписи на предметах, там летописи огромное количество. Если бы у славян было что-то достаточно массовое, до Кирилла им не ходится, как бы церковь с этим потом возможно не пыталась бороться, мы бы все равно что-то нашли. А на самом деле, если мы ничего не нашли, это значит, что массовой системной письменности у славян не было. Возможно, были какие-то отдельные попытки, элементы. Государственность уже создавалась, и запрос на письменность был. Был, конечно. Необходимо было массово создавать. Они перевели церковные книги с греческого на славянский. Вот, казалось бы, первый самый такой. Тут есть определенная проблема. Есть житие Кирилла и Мефодия, паннонское житие. И в этом паннонском житие упоминается 860-й год нашей эры. Это время, когда Кирилл и Мефодия еще в Херсонесе. Они еще не поехали в Моравию. Они только что нашли в Херсонесе останки третьего, очень почитаемого христианского святого Климента Александрийского, третьего папы. И именно за это их потом произведут в епископы. Они передали останки этого скачьима святого в Константинополь. И вот там Кирилл встречает некоего человека, который ему предоставил псалтырь и Евангелие, написанное русскими письменами. Вот так вот. В 860-м году. Но поскольку Кирилл это прочел, скорее всего, для этого были использованы греческие буквы. Греческие буквы, да. И вот здесь-то мысль, как упростить все, у них, видимо... Не только. Дело в том, что протоглаголица, как и глаголица, я не зря упомянул, что это купцы. Это письмо, которое называлось минускул. Это греческая скоропись. Торговая купеческая скоропись. А Кирилл и Мефодий создадут кроме глаголицы кириллицу. А кириллица – это совсем по-другому выглядящие буквы. Это унцау. Это церковное торжественное письмо. Там буквы совершенно по-другому выглядят. Вот. Это немножко другая традиция. Вот. Но эта протоглаголица, скорее всего, была очень сырой такой самодельной системой. Видимо, на базе её как-то доработав, по гипотезе истренно, по крайней мере, Кирилл и Мефодий создали глаголицу. Как уже, так сказать, выверенную систему. Вот. А кириллица – это полностью их разработка. И кириллица оказалась понятнее и эффективнее. Более, да. Более живучей, я бы так сказал. Более понятнее и эффективной. Глаголица была достаточно условной. Сколько приблизительно? У нас мало времени практически не остается. Сколько приблизительно прошло времени, чтобы она, как говорится, пошла в народ? Несколько столетий. Несколько столетий. В раннем варианте кириллицы было 38 букв. Она пошла в народ. Она была в 862 году создана. У Болгарии и Сербии она распространяется практически сразу. У славян кириллица начинает распространяться вместе с христианством. Потому что, прежде всего, христиане использовали. Но христиане появляются уже в начале IX века среди киевского населения. Причём это и как славяне, так и крещённые варяги. В 862 году практически почти тогда же Аскольд и Дир неудачно сходили на Константинополь, и часть из них вернулась из их воинов крещёнными. И община крещённая появляется с 870-880-х годов. Более того, тот же патриарх Фотий пытался есть письменные упоминания, сделать первое архиепископство христианское на Руси в 880-х годах. То есть, как минимум, в течение нескольких десятков, а то и сотни лет до крещения, христиане и кириллица на территории Киева в Южной Руси присутствовали. И, видимо, кириллица, как единственная письменность, позволяющая славянам писать на родном языке, сыграла в той или иной мере свою роль в том, что Владимир в знаменитом выборе веры выбрал именно православие, потому что письменность латинскую или арабскую, или иврит было бы гораздо сложнее учить его дружинникам, его тюнам, ключникам, да. Потому что же письменность – это и наука, и технологии, и налоги. И, конечно, единственная религия, которая давала возможность славянам писать на родном языке, она имела большие преимущества в глазах у Владимира. Именно не только как религия, но и как система, давшая педагогов. Поэтому Кирилл и Мефодий сыграли свою роль ещё и в том, что Русь приняла православие. Безусловно. Если бы, допустим, что-то по-другому сложилось, но никто, кроме Византийской церкви, не давал возможность... История сослагательного наклонения не имеет. Никто, кроме Византийской церкви, не дал возможность письменности на родном языке. Только они. Спасибо, Михаил Иванович. Время, к сожалению, подошло к концу. Я и вас также поздравляю с этим замечательным праздником. Единственное, что хотелось бы напомнить, что существует ещё и радиоверсия программы. Так что можно и прослушать, о чём говорят в эфире Самарского губернского радио 21.00. Всех ещё раз с праздником. До свидания. До свидания.